...по большей деревне Большая Пустомеша и в дальнейшем не определена на месяц судьба этой котельной. Как мы будем ее охранять? Так как мы вышли на конкурс и планируем закончить в районе 28-го числа июля месяца, но организация, которая в данное время предполагала эту котельную, я, как понимаю, на июль месяц у нас не планируют оставлять в этой котельной. Комиссия мышная. Я бы хотела, чтобы в районе администрации была создана комиссия по помощи в оформлении документов, так как эта ситуация, конечно, очень серьезная, и нам необходимо оказать помощь. Недвезную помощь в партизации, да? Так, да, да. Дело в том, что именно осознавшись в ситуации, потому что проезд на населенной пункте сегодня нет. Даже коммунальные платежи принимали и на почте у нас в Сбербанке, но на сегодняшний день у нас почта три раза в неделю выезжает работник, выдает только пенсию, ни газету на сегодняшний день нельзя, и выписать, и купить, там ничего нет, ни платежи никакие не принимают, заказы, ни письма не отправить. Это, так называемый, дополнительный субботник, потому что была не очень высокая активность, когда мы субботник проводили в первый раз, и каковы итоги этого дополнительного субботника, Юрий Иванович. Субботники принимали такие компании наши, как КСТ, КБУ, это комбинат оборудованных устройств, Индисепская транспортная компания и другие наши организации, поддерживающие администрации района и города. На этом субботнике были определены восемь основных мест, где мы принимали участие, за время субботника было убрано 71 куб мусора, это, представляете, где-то 12 кармазов вывезено на смалку и паталонку. Приезжали к нам представители правительства Ленинградской области, комитет по тарифам, потому что мусором завалено, вот вывезено возле гаражей Кликовских, кто-то стояла строительная будка какая-то, сгоревший вагончик, и не знаю, нет у нас рычагов, вот, Захар, надо тоже посмотреть, как более года стоял полусгоревший этот остров, который, благодаря будем компанией КСТ, мы сумели его все-таки вывезти, центр города, нужно какие-то и комиссии, наверное, административные работать, все-таки есть хозяева, наверное, дорожники, которые делали реконструкцию дороги восточной, накидали мусор, строитель больше года он валяется там посреди города. За счет консолидации бюджетов на летнюю организацию из всех бюджетов, федерального, областного и местного, будет израсходовано более 10 миллионов рублей, из местного бюджета около 3 миллионов, из областного 2,5, а также хотелось бы отметить из бюджета поселений Кингисепского муниципального района около 2 миллионов рублей. Конечно, больше миллиона выделяет Кингисепское городское поселение на трудовую занятость нашей молодежи, и за это им большое спасибо. Также хотелось бы поблагодарить и другие администрации сельских поселений, которые нашли возможность в своих бюджетах, на Советах депутатов рассмотрели такую возможность и выделяют на организацию и благоустройство, именно в целях благоустройства своих сельских поселений, на организацию летнюю занятость молодежи. В поздоровительных лагерях с дневным пребыванием с трехразовым питанием для родителей стоимость будет 1350 рублей. И в размере 40% в поздоровительных лагерях и профильных лагерях с дневным пребыванием и двухразовым питанием – это 900 рублей. В оздоровительных лагерях Котельской школы, Аполевской, Куземкинской, Фоливеевской, Александропорской, Вистинской определяется размер родительской платы в размере с трехразовым питанием 850 рублей, с двухразовым питанием 600 рублей. Надо отдать должное, что организация межбедомственной комиссии состоялась и мы заслушали каждого исполнителя. Комплексная программа лета, обеспеченная и укомплектованная медицинскими кадрами оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, также и бригадина, проведено обучение медицинского персонала по вопросам соблюдения сэнерпидем режима, профилактики заболеваемости и травматизма. С 1 июня вступает в силу федеральный закон номер 15 об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. В Кингисеве это будет 16-й детский сад и 19-й. При этом будет организованная дежурная группа других дошкольных учреждений по заявлению родителей, дети смогут посещать другие детские сады. Также в июне и в июле будет закрыт детский сад номер 21 на базе Каскаловки, также для проведения косметического ремонта группы. В июле планируется закрытие детских садов Устомерского и Вистинского, также для проведения ремонтных работ. Все остальные детские сады будут работать в обычном режиме. Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам. Так вот, правительством определена сумма 345 тысяч рублей для медицинских работников в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования на работу в сельском и селеном. Много мероприятий. Самое знаковое – это у нас традиционный турнир, посвященный Дню города по боксу. Проходил он в нашем Танглесебском манеже. У него участие 120 спортсменов из Петрозаводска, Архангельска, Псково, Башкортостана, эстонских городов и городов Санкт-Петербурга, Ленинградского области. Прошел турнир в 19-й раз на хорошем уровне. В общем-то, многие команды подтвердились уже на следующий год, на юбилейный. И в рамках прошедшего турнира хочется отметить, что присутствовали два чемпиона мира по боксу среди профессионалов. Один из них участвовал в показательном бою против нашего кингисепса Евгения Кобзева. Очень достойный получился поединок. Вообще, каждый год, утверждая специалисты, что уровень турнира растет, мы надеемся, что в следующий юбилейный год мы уже сможем пригласить больше иностранных команд. Начнется все мероприятия у нас 7 июня. В 15 часов в актовом зале администрации пройдет торжественное награждение лучших специалистов и работников предприятий и организаций города Кингисеппо. Все основные торжественные мероприятия у нас пройдут 8 июня, в субботу. Начнется все традиционно с нашего шествия в 12 часов от ГДК до парка Романовки. Будет театрализованное шествие с участием артистов, в том числе приезжих. С 12.30 до 13 у нас пройдет официальная торжественная часть на верхней сцене Романовки. Поздравление руководителей города и района. И также у нас вручение знака «Почетный гражданин города Кингисеппо». Параллельно с 13 часов у нас начнется и концерт на верхней сцене, будет работать русская деревня, это средневековые европейские и русские стоянки, ремесленники, фермерские стоянки. Ну и также традиционно сытные торговые ряды.